Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы начинаем беседы по посланию к филиппийцам первоверховного апостола Павла. Послание к филиппийцам, книга Нового Завета, написанная апостолом Павлом и адресованная христианам македонского города Филиппы. Послание относится к поздним, так как написано в узах, об этом мы читаем в первой главе, седьмой стих этого послания. Община македонского города Филиппы была первой христианской общиной в Европе. Она была основана апостолом Павлом и Силою. Во время второго миссионерского путешествия апостола Павла это путешествие могло происходить между 49 и 52 годом от Рождества Христова. Смотрите книгу «Деяния апостолов», 16 глава, с 11 по 40 стих. Филиппийская община была одной из любимых общин апостола. От нее он неоднократно получал денежные пособия на дело проповеди, а также на проживание в Риме под стражей. Апостол Павел призывает своих читателей к единодушию и единомыслию. Вторая глава, второй стих этого послания. Особо он ополчается на иудеу-христиан, которые настаивали на необходимости обрезания. Апостол Павел утверждает, что наше жительство на небесах. Третья глава, 20 стих этого послания. Куда мы попадем после преображения нашего тела. Послание написано в Риме во время первого заключения апостола в 61 или 62 году. В послании говорится, что вместе с Павлом приветствие филиппийцам передают и люди из Кесарево дома, то есть из императорского дома, то есть христианство уже стало распространяться на дом Цезаря. Это 4 глава, 22 стих. Исходя из приветствия от Павла и Тимофея, можно предположить, что послание было записано со слов Павла его любимым учеником Тимофеем. Послание было известно древним отцам. Святитель Поликарп Смирский ссылается на него в своем собственном послании к филиппийцам. Теперь мы обсудим основные темы всего послания. Приветствие, 1 глава, 1-2 стих. Благодарность Богу за общину филиппийцев, 1 глава с 3 по 11 стих. Узы апостола и проповедь Евангелия, 1 глава с 12 по 30 стих. Христос – пример для всех, 2 глава с 1 по 18 стих. Филиппы послан Епофродит, будет послан Тимофей, апостол также надеется еще там побывать, 2 глава с 19 по 30 стих. Пример апостола и предостережение против лжеучителей, этому посвящена вся 3 глава. Призыв к радости, 4 глава с 1 по 9 стих. Благодарность за помощь, 4 глава с 10 по 19 стих. И заключение послания, 4 глава, 4 глава с 20 по 23 стих. А теперь мы поговорим об основных темах 1 главы. Апостол начинает с обращения и благословения. Этому в 1 главе посвящены 2 первых стиха, 1 и 2. Затем он приносит благодарность за святых Филиппах. Это стихи с 3 по 6. Говорит о своей любви к ним и заботе об их духовном благосостоянии. Это с 7 по 8 стих. О своих молитвах за них, стихи с 9 по 11. О своем беспокойстве о том, чтобы его страдания не послужили преткновением для них. Это стихи с 12 по 20. О своей готовности прославить Христа жизнью или смертью. Об этом с 21 по 26 стих. И заканчивает двойным призывом к последовательности и стойкости. Об этом с 27 по 30 стих. Итак, первая под тема 1 главы. Послание к филиппийцам первоверховного апостола Павла. Апостол начинает с обращения и благословения. Этому посвящены два первых стиха. И мы читаем первый и второй стих. Павел и Тимофей. Рабы Иисуса Христа, всем святым во Христе Иисусе, находящимся в Филиппах, с епископами и диаконами, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Как мы видим, авторы этого послания здесь ставятся два имени, имя Павла и имя Тимофея, его сработника. Павел и Тимофей – рабы Иисуса Христа. Я напоминаю вам, отцы, братья и сестры, что в античном мире не смотрели на то, что человек – раб. Статус человека определялся тем, чей он раб. Если он раб императора, то все, что он не делает, – это воли императора, и перед ним должны были расступаться сенаторы, когда он куда-то спешит. Поэтому начало послания Павел и Тимофей – рабы Иисуса Христа, это с величайшим достоинством сказано, они не рабы какого-нибудь простого человека, они не рабы какого-то императора, они рабы Господа Иисуса Христа, Бога-человека. Далее говорится об адресате, то есть, кому обращено это послание, всем святым во Христе Иисусе, находящимся в Филиппах с епископами и деканами. Святыми назывались все христиане, те, которые прошли через водное крещение и крещение Духом Святым, как говорили в те времена о таинстве святого мира помазания, которое стало таковым значительно позже, в древности это была конфирмация возложения рук, через которые возложения рук люди получали Духа Святого. Находящимся в Филиппах с епископами и деканами. Многие экзегеты считают, что в Древней Церкви не было принципиальной разницы между епископами и пресвитерами, так как это слово означает старейшина. И когда говорилось, что с епископами и деканами, имелось в виду и то, что это были пресвитеры и деканы. «Благодать и мир вам от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». То есть подлинная благодать, радость, она исходит не от людей. Ее источником является сам Бог Отец и Господь наш Иисус Христос. Также и мир, он пристекает от Бога. Мир не просто как отсутствие войны, а такой внутренний духовный мир, стяжав который, человек везде чувствует себя благостно. И мы помним, в книге «Деяния святых апостолов» рассказывается о том, как апостолов бросили в темницу, и они там пели псалмы. К немалому удивлению других заключенных. Архиепископ Аверкий Таушев пишет, «Начинается послание над Писанием Павел и Тимофей, рабы Иисуса Христа, всем святым во Христе Иисусе, находящимся в Филиппах, с епископами и диаконами». Тимофея здесь упоминает святым Павел, вероятно, потому что тот трудился со святым Павлом и при первом обращении филиппийцев и был близок им. По крайнему смирению, святой апостол называет себя вместе с ним только рабами Христовыми. Ну, здесь можно поспорить с владыкой Аверкием, потому что раб Божий – это самое великое наименование, которое только может быть. Но, может быть, владыка Аверки обращает внимание на то, что иногда Павел говорит о себе как об апостоле Иисуса Христа, а здесь, как бы проявляя смирение, он говорит о себе, и о Тимофее проще – рабы Иисуса Христа. То есть, не подчеркивая своего апостольского достоинства, как в других официальных посланиях, где это было нужно для большей авторитетности послания. Далее, архиепископ Аверки пишет «С епископами и диаконами «Уже ли…» Здесь он приводит цитату Златоуста «Уже ли в одном городе было много епископов?» Спрашивает святой Златоуст и отвечает «Нет, апостол так называет пресвитеров, ибо тогда названия сии, то есть названия епископа, пресвитер, были еще общие, то есть могло означать и первое, и второе. Святыми назывались тогда все верующие, как освященные благодатью Святаго Духа». Конец цитаты. Амбразиастер, древнехристианский экзегет, пишет истолковый второй стих. Напомню содержание этого стиха. «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Амбразиастер пишет «Очевидно, что Бог Отец Иисус Христос – Господь наш, а разве не следует считать, что Господин больше Отца?» Ну, это так в мире людей. А между Богом Отцом и Христом Господом полное согласие. Это работа Амбразиастера на послание к филиппийцам. Далее. Затем он, Павел, приносит благодарность за святых Филиппах. Это подраздел с 3 по 6 стих. И мы читаем. «Благодарю Бога моего при всяком воспоминании о вас всегда во всякой молитве моей за всех вас, принося с радостью молитву мою и за ваше участие в благовествовании от первого дня даже до ныне». Участие в благовествовании – это поддержка проповеди апостолов, скорее всего, имеется в виду финансовая поддержка. «Будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». Источник всякого доброго дела – это Бог. Действием Духа Святаго он внушает мысли любви и необходимости заботы о других верующих. Блаженный Августин из Толковой 6 стих пишет «Независимо от нашего желания Бог действует в делах наших, но когда мы хотим, да, так хотим, что сделаем, он споспешенствует нам, либо он действует так, что мы захотим, либо мы хотим, и он содействует, мы ничем не влияем на добрые дела благочестия». Давайте перечитаем 6 стих. «Будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело, а это Бог, будет совершать его, то есть доброе дело, даже до дня Иисуса Христа, то есть и в других поколениях христиан». Цитата из Августина, это трактат о благодати и свободной воле. Далее под раздел 7-8 стих говорит здесь Павел о своей любви к ним и заботе об их духовном росте и благосостоянии. И мы читаем 7-8 стих. «Так и должно мне помышлять о всех вас». О чем это? О том, что он сказал выше, что Бог побуждает вас к делам любви, и вы их делаете. «Так и должно мне помышлять о всех вас, потому что я имею вас в сердце в узах моих». То есть, находясь в темнице, он пишет это послание «При защищении и утверждении благовествования». Благовествование – это проповедь Евангелия. «Вас всех, как соучастников моих в благодати». То есть, те, которые помогают другим проповедовать, так, чтобы миссионеры не думали ни о каких насущных проблемах, они принимают участие в их служении. И восьмой стих. «Бог свидетель, что я люблю всех вас любовью Иисуса Христа». Вот здесь немножко непонятно, как можно любить кого-то, чьей-то любовью. Профессор Десницкий поясняет «любовью Иисуса Христа так же, как Он, то есть Христос, любит филиппийцев, так Он, Христос, даёт Павлу любить их». То есть, когда мы относимся к другим людям, отталкиваясь от любви Христа к этим людям, то мы начинаем любить всех. «Ибо Христос доказал свою любовь тем, что Он умер не только за грехи наши, то есть уверовавших, но и за грехи всего мира». «И очень важно, когда мы любой свой поступок сверяем с любовью Христа, то есть задаёмся вопросом, а как бы Христос поступил бы в этой ситуации? Ведь Христос пришёл в этот мир в своём первом пришествии не для того, чтобы судить этот мир, но чтобы спасать его». И в послании к Колоссянам, 3 глава, 17 стих, мы находим такие слова. «И всё, что вы делаете, словом или делом, всё делаете во имя Господа и Иисуса Христа, благодаря через Него, Бога и Отца». И теперь опять вернёмся к 8 стиху, первой главы, послании к филиппийцам. «Бог свидетель, что я люблю всех вас любовью Иисуса Христа». Далее идёт подраздел с 9 по 11 стих. Здесь апостол Павел свидетельствует о своих молитвах за них, то есть за филиппийцев. «И молюсь о том, чтобы любовь ваша ещё более и более возрастала в познании и всяком чувстве. Любовь – это как божественное семя, которое проникает в нас действием Духа Святаго, и она должна возрастать. И молюсь о том, чтобы любовь ваша ещё более и более возрастала в познании и всяком чувстве, «Чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов, исполнены плодов праведности Иисусом Христом в славу и похвалу Божию». То есть очень важно, чтобы и система познания, то есть то, что мы читаем, то, что мы смотрим, то, что мы слышим, это бы всё соответствовало бы нашим вероубеждениям, потому что, если мы всё делаем во имя Иисуса Христа, может быть, мы не можем какую-то книгу читать во имя Иисуса Христа, может быть, у нас не получится смотреть какой-то фильм во имя Иисуса Христа. Поэтому христианин всегда, когда сталкивается с каким-то явлением, он задаётся вопросом, а могу ли я отнестись к этому во имя Иисуса Христа, читать эту книгу, смотреть этот фильм, общаться с этими людьми. И очень важно, чтобы мы были исполнены плодов праведности Иисусом Христом в славу и похвалу Божию. И вот что пишет Амбразиастер, он комментирует 9 стих, я прочитаю его снова, «И молюсь о том, чтобы любовь ваша ещё более и более возрастала в познании и всяком чувстве». Амбразиастер пишет, «С помощью Божией апостол хочет наставить их в чистоте христианского учения, чтобы, будучи крепкими в вере, они не оставались в неведении относительно легковерия, чтобы умели отличать полезное от вредного, чтобы делами праведности украшали учения Господа, собирая плод бессмертия для изобилия добра, чтобы в них обрёл славу учитель народов». Учитель народов – это учитель языков, это апостол Павел. И он хочет славиться не собою, а добродетелями тех, кого он привёл ко Христу. А вот теперь одиннадцатый стих, я прочитаю его ещё раз, «Исполненные плодов праведности Иисусом Христом в славу и похвалу Божию, профессор Десницкий пишет, плоды праведности Иисусом Христом в некоторых рукописях, плода праведности Иисусом Христом под плодом праведности можно понимать воплощение праведности в практической жизни, что приходит только от Иисуса Христа как источника всякой добродетели. Плод праведности можно рассматривать и как результат оправдания верою во Христе. Такой плод стал возможен благодаря жертве Иисуса Христа». Вот здесь профессор Десницкий поднимает очень важный вопрос. Некоторые удивляются, неужели в христианстве всё так просто поверил и спасся? Так вот, профессор обращает наше внимание на то, что вера стала спасительной только благодаря жертве Иисуса Христа. Он понёс на себе все грехи мира, испытал ужасные мучения, пролил свою драгоценную кровь и умер на кресте, чтобы воскреснуть для нашего оправдания. И в зависимости от того, поверим мы в это или нет, и будет решаться вопрос, можем ли мы этим воспользоваться или нет. Далее идёт подраздел с 12 по 20 стих. Здесь первоверховный апостол говорит о своём беспокойстве, о том, чтобы его страдания не послужили преткновением для них, то есть для других христиан. Он боится как бы испугать их своими страданиями, своими муками и своей, возможно, приближающейся смерти. И мы читаем с 12 стиха и ниже. «Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования». О чём это? Его обстоятельства – то, что его посадили в тюрьму. А как же это могло послужить успехом к благовествованию, то есть к проповеди Евангелия, находясь в узах, он пишет целый ряд боговдухновенных посланий, на что, может быть, у него не было бы и время в другой ситуации. Далее, 13 стих. «Так что узы мои о Христе сделались известными всей приторией и всем прочим». То есть все знают о том, что он не только верит в Иисуса Христа, но и с радостью страдает за него. Далее, 14 стих. «И большая часть из братьев в Господе, ободрившись узами моими», вы слышите? Не испугавшись, а ободрившись узами моими, начали с большей смелостью, безбоязненно проповедовать Слово Божие. И я помню времена, советские времена, когда я был молодым дьяконом, и меня очень вдохновляли верующие, которые находились тогда в тюрьмах. И я молился и произносил прошения за заключенного такого-то, заключенного такого-то, заключенного такого-то, и называл имена священников, которые сидели в тюрьмах, именно за благоествование, и имена православных мирян, которые сидели в вузах. И меня даже вызывали к уполномоченному, он хотел выяснить, что я этим хочу сказать. Но я говорил ему, такие записки приходят, люди просят молиться, я молюсь. А чтобы это не было бы ложью, потому что всякая неправда есть грех, я действительно просил прихожан присылать мне такие записки. Далее апостол Павел развивает как бы мысль. Некоторые, он говорит о тех, которые вдохновились его узами и проповедуют, некоторые правда по зависти и любопрению. То есть, как можно проповедовать по зависти и любопрению. Любопрение – это любовь к спорам. По зависти они видели, каким авторитетом стал пользоваться Павел, оказавшись в вузах. По любопрению эллинам особенно свойственно вступать в разные споры, дискуссии. Для этого достаточно почитать диалоги Платона, где Сократ, древний языческий философ, полемист, по поводу и без повода начинает заниматься любопрениями. Некоторые, правда, по зависти и любопрению, а другие с добрым расположением проповедуют Христа. Одни по любопрению проповедуют Христа нечисто, думая увеличить тяжесть ус моих. А как это может быть? А Павла могут обвинить в том, что он подстрекает этих людей. А другие из любви, зная, что я поставлен защищать благовестование, «Но что-то того, как бы не проповедовали Христа, притворно или искренно, я и тому радуюсь и буду радоваться». То есть он одобряет любую проповедь, любое свидетельство о Христе, даже если это свидетельство лицемеров. Мы иногда очень отрицательно относимся к сектанской проповеди, но мало кто знает, сектанские сообщества для многих православных христиан это как бы некий инкубатор, куда они попадают и какие-то начатки веры получают знания о Библии, о Ветхом, о Новом Завете, о молитве и так далее. А потом по ходу духовного роста они покидают эти сообщества и будучи в детстве крещенными возвращаются в свою церковь, к церкви матери возвращаются. У меня были такие случаи, когда несколько человек обратились в православие и они так успешно стали трудиться, используя те знания, которые они получили в сектах, что я даже писал благодарственные письма в те учебные заведения сектанские, где их подготовили. И вот смотрите, что пишет Блаженный Августин. Даже во времена апостолов были люди, проповедовавшие истину неистинно. То есть проповедовали истину неистинно. То есть неправдивой душою. О них апостол говорит, что они возвещали Христа нечисто, а по зависти и любопрению. Возвещавшие истину без чистоты помыслов их терпели, но не поощряли, дабы не принимать их за несущих с чистой душою ложь. Наконец, Павел говорит о них, будь то притворно или искренно, а Христа они возвещают, но он, разумеется, не имеет в виду, что теперь Христа можно отвергнуть, дабы затем проповедовать его. Это трактат блаженного Августина против лжи. Августин здесь рассуждает о том, что если первая проповедь, которую услышали какие-нибудь люди, это была проповедь неискренних людей, неужели теперь опять им надо рассказывать о Христе, о Библии, только потому, что кто-то неискренний уже рассказал им об этом. И он как бы говорит, что на самом деле нет, имея в виду, что надо добавить им некие уточнения, а всецело отрицать то, что они услышали, это было бы наивно. В житиях святых мы находим очень интересные примеры. Однажды один клоун, языческий клоун, он выступал на арене цирка, и в это самое время казнили христиан. И он объявил «Рим, слушайте, я христианин!» и стал там кривляться на сцене, а потом залез в какую-то бочку и стал сам себя крестить. Но он правильно произнес формулу «Крещается раб Божий такой-то во имя Отца аминь, во имя Сына аминь, во имя Духа Святаго». Потом он вылазит из этой бочки и начинает проповедовать о Христе. А весь цирк ему рукоплещет. Все думают, что он продолжает свой шутовской номер, но благодать Духа Святаго коснулась всего. Он проповедует совершенно искренне. Когда эта проповедь затянулась, ему сказали «хватит уже», а он продолжал. Ему пригрозили, он продолжал, и он стал мучеником. Далее мы читаем с 19 стиха и ниже. «Ибо знаю, что это послужит мне во спасение по вашей молитве и содействием Духа Иисуса Христа». То есть, как бы ни проповедовали, все-таки их побудил пример Павла, а Павел принимает любую форму благовестия, потому что даже если это неискреннее благовестие, люди все равно могут задуматься. «Ибо знаю, что это послужит мне во спасение по вашей молитве и содействием Духа Иисуса Христа при уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то или смертью». Когда он говорит, что у него есть уверенность, что он посрамлен не будет, конечно, он имеет в виду посрамление не в этой земной жизни, где христиан всегда поносят, на них клевещут, доносят, а в день суда он не будет посрамлен. Далее с 21 по 26 идет подраздел о своей готовности прославить Христа жизнью или даже смертью. Такое рассуждение нам предлагает апостол Павел, но он начинает словами «Ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретение». В каком случае смерть может стать приобретением? Если мы живем Христом в этой земной жизни, тогда действительно, реально, смерть будет для нас приобретением, то есть радостной встречей с Иисусом Христом, в Которого мы веровали. Но если люди живут нечестиво и не знают Бога, они не случайно боятся смерти, потому что они ощущают наказание, которое ожидает их. Далее с 22 стиха по 26 «Если же жизнь воплоти доставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать». Ведь он очень многих людей обратил, именно живя воплоти, и он понимает, что это важно для людей. «Влечет меня то и другое». То есть «Я хотел бы остаться с вами, чтобы проповедовать, и я хотел бы уйти ко Христу, чтобы наслаждаться. Влечет меня то и другое, имею желание разрешиться, то есть избавиться от тела, и быть за Христом, потому что это несравненно лучше, лучше, чем земная жизнь, а оставаться воплоти нужнее для вас». То есть он говорит, что для вас, конечно, важнее, чтобы я пожил бы подольше и больше бы потрудился во славу Божию. «И я верно знаю, что останусь и пребуду со всеми вами для вашего успеха и радости в вере, дабы похвала ваша во Христе Иисусе умножилась через меня при моем вторичном к вам пришествии». Здесь он говорит с надеждой, что он готов вновь и вновь приходить к ним. Далее апостол Павел заканчивает двойным призывом, это с 27 по 30 стих, к последовательности и стойкости. «Только живите достойно благоествования Христова, чтобы мне приду ли я и увижу вас или не приду » – он не знает, доживет он до этой встречи или нет, «слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую». Что такое вера евангельская? Это жизнь по Евангелию. Вот что означает это слово сочетание веры евангельской. «И не страшитесь ни в чем противников, это для них есть предзнаменование погибели, а для вас спасение». То есть когда мы не страшимся противников, то они начинают чувствовать, что их гибель приближаются. Поэтому Павел здесь и пишет, «И не страшитесь ни в чем противников, это для них есть предзнаменование погибели, а для вас спасение, и сие от Бога. Потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него». Здесь он говорит о страдании как о неком преимуществе. Таким же подвигом, какой вы видели во мне и ныне слышите о мне. Итак, сегодня отцы, братья, сестры, мы закончили чтение и обзор первой главы послания к филиппийцам первоверховного апостола Павла. Если будем живы, Господь позволит, в следующий раз мы будем говорить о второй главе этого же послания. Подписывайтесь на библейский портал Exeget, чтобы вам вовремя получать информацию о новых беседах. И берегите себя в это сложное время. Вовремя Вовремя Вовремя